Поэтому нужно всегда стремиться побеждать судьбу, а победа над судьбой означает видеть хорошее. Увидел хорошее, все, значит судьба злая на тебя не действует. Вот допустим, через начальника действует злая судьба, и он тебя пакосит, пакосит, а ты его хорошим человеком считаешь. Все, ты побеждаешь злую судьбу. И он ничего с тобой плохого не может сделать, потому что ты хороший человек. Почему хороший? Потому что ты его хорошим считаешь. То есть ты поступаешь правильно. А как считать начальника хорошим человеком, если он тебе по мозгам льет? Не хочется, да, считать хорошими человеками, а что делать? Иди молись. Приковывай свое сознание к Богу, и дальше что? Ты очищаешь свое сердце, и теперь все хорошие вокруг для тебя. Это значит, что ты победил судьбу, потому что судьба делает всех плохими. Ее принцип какой? Тебе все плохие. Вот вы на консультации, когда... Чем вы занимаетесь и чем я занимаюсь? Вы мне говорите, Олег Геннадьевич, у меня плохой муж. Я говорю, нормально. Вы говорите, Олег Геннадьевич, у меня плохая работа, нормально. У меня плохой город, нормальный город. Ладно, спасибо, все значит хорошо. А вы должны чем заниматься? Вы должны сами очищать себя от этих ощущений. И так человек побеждает судьбу. Потому что все же нормально на самом деле. Ребенок плачет, когда маленький. Чем все занимаются остальные? Они ему улыбаются. Говорят, все же нормально, на чем ты их платишь? Все нормально. Он такой, что это значит? Это значит, что он может быть и все нормально, но он сомневается. Означает слабый, духом слабый человек. Ребенок у него, сердце чистое, но духом он слабый. Поэтому он быстро попадает под влияние злых сил. Он быстро чувствует, что все плохо. А мудрый человек, очень устойчив к этому ощущению. Он верит, что все хорошо. У него другое восприятие, реальность. В этом означает, старший, духовно сильный человек, означает, не подвержен влиянию времени. Видит чистоту. Научился видеть чистоту постоянно. Других людей в городе, в стране. Не слушайте эти сплетни все по интернету. Вот там просто чем занимаются постоянно. Я знаю только одну передачу, которая говорит, что на стране все хорошо. Называется «Время вперед». Ты смотришь там, рассказываешь, что у нас все хорошо. И это означает, что человек правильно мыслит. Потому что человек должен искать, что хорошо, а не что плохо. Когда он ищет, что плохо, что с ним происходит? Он хмуреет. То есть он привязывается каким силам? К злым, которые его убивают. Есть вера в невежестве, означает вера, что все плохо. Человек постоянно говорит, что все плохо. А когда вера в благости, все хорошо. Идем ко дну. Он победу хотел написать, получил за беда. Карму не дала. И он там постоянно очень оптимистично. Все хорошо, идем ко дну. Очень оптимистично. Мне нравится. Так надо жить. И они все равно, что бы с ним ни происходило, все заканчивалось хорошо. Правда? Почему? Потому что это благость. Благость означает, что человек не унывает. Так надо побеждать судьбу. Есть только один способ терпеть судьбу. Это позитивное мышление. Есть разные виды позитивизма. Один из них, это видеть людей хорошие. Второй вид позитивизма, это чувствовать победу всегда. Чувство победы, это мужская такая тема. Женщины, они чувствуют чистоту. Они побеждают жизнь через чистоту. Женщина должна чувствовать чистоту в людях, в помещении, в природе. Везде искать чистоту женщина должна. А мужчина везде должен искать победу. Ну, то есть у каждого свой стиль победы над судьбой. Если женщина видит чистоту во всем, она сама чиста. И чистота означает сила разума у женщины. У женщины разум силен чем? Чистотой. Чистота означает верность, означает стабильность, означает правильность. Это у нас ретрит был, я желаю всем счастья, да? Я сидел, одна девушка сидела вот здесь рядом. Она говорит, Олег Геннадьевич, у вас спина облокачивается на спинку стула. Ну, я говорю, что надо прямо, как бы не должно облокачиваться, а у меня облокачивается неправильно. А надо, чтобы правильно. Женщина насуткана из чистоты. Все должно быть правильно. Я, когда домой приезжаю, я попадаю в атмосферу кого? Своей жены. И как я там должен делать? Все правильно ходить, вот так делать должен. Туда нельзя, сюда нельзя, все правильно должно быть. Это женское сознание, все правильно. Я на замужем постоянно следил, смотрю, правильно или нет все. Ну, за собой следить не надо, потому что и так все правильно. Я же женщина, у меня все правильно, в природе просто. А ему же все неправильно, поэтому надо за ним следить постоянно. И за детьми тоже надо следить. Все неправильно вообще. Ну, то есть, видите, разум женщин стремится к чистоте. И если она чистоту получила, а чистоту-то хочется, ну, как бы, чтобы у других. Я-то и так хорошая. Что, посмотрите, какая я чистая, вся аккуратная. А они идут, ходят вокруг, бордачат. Так? И когда вокруг все ходят, вот, что такое счастливая семейная жизнь для женщин? Это когда все вот дети правильно все делают, муж все правильно, она такая сидит такая. Ко-о-о-о. Уже. Па-па-па-па-па-па. А когда все правильно, все чисто, все хорошо, она. Ко-о-о. Ко-о-о. Вот она хочет, когда же я вот. Ко-о-о. Когда молиться Богу будешь. Потому что, когда ты будешь Богу молиться, ты увидишь, что муж хоть и грязнули, но он хороший человек. Ты будешь видеть в нем главное. Вот если женщина настроена чисто на мужа, он, допустим, обляпался, она смеется. Хоть стирать ей. Так ведь? Ну, если маленький ребенок, вы его очень любите, да? Он обкакался, вам же радостно. Ну, а муж обкакался, если что, не радостно. Почему? Вы же тоже его любите. Или, допустим, ребеночек маленький такой, вот он ваш любимый, такой. Храпит. Ой, как его интересно вообще. Рядом с ним можно спать, так, слушаешь. Ой, как вкусно вообще. Муж храпит, ну, капец просто. Чего ты храпишь все время? Любите, да, мужа так сильно? Почему жене не нравится, как муж храпит? Потому что она в нем видит плохого больше, чем хорошего. Если она настроена на мужа правильно, то он не мешает ему храп, ему, ей. Я сегодня ночью всю ночь гонял комара. Почему я гонял комара всю ночь? Потому что я неправильно настроился. Мне надо было принять судьбу. Я как бы, во второй половине ночи, я как бы понял, что надо принять судьбу. Я как бы принял судьбу, он мне сел на нос, я его прибил. Почему пока ты не разрешаешь садиться, ты его прибить не можешь, он улетает. Но когда он сел на нос и начал кусать, в этот момент, как бы, счастье пришло. То есть, даже с комаром надо судьбу принимать, другого нет выхода. А тем более с мужем. Что это значит? Это значит, надо согласиться с тем, что он неряга. И вам станет легче жить сразу. И ему станет легче, потому что вы же его можете замучить чистотой. Итак, видите, есть судьба. Есть разум человека. Разум женщины стремится к чистоте. Вот женщины, когда слушают мои лекции, они думают, Олег Геннадьевич, такой хороший человек вообще. Не то, что мой муж. Но когда я приезжаю домой, то жена мне говорит то же самое. Она говорит, вот посмотри, какой хороший человек, не то, что ты. Вы говорите, да ладно, да? Нет. Так всегда бывает. Потому что жена видит в муже всякие дряни. А надо что видеть? Хорошие. И тогда он каким становится? Хорошим. Женщина – это какое начало? Благословляющая и проклинающая, да? А мужчина – действующая. Когда женщина с счастливой становится? Когда она мужичка свою благословляет. Как можно мужичка благословлять? Надо его сначала принять, вытерпеть. Если сильно-сильно женщина молится Богу в какой-то момент раз и поняла, у нее хороший муж. С этого момента он начинает развиваться. У него все получается в жизни. На работе, дома, со здоровьем. Почему? Потому что она пошла его благословлять. Она питает его чем? Чистотой. Питает удачей. А если она его проклинает, чем она его питает? Неудачей. Он становится неудачником. Всегда, когда действует злая судьба, то она сильно приковывает внимание к плохому. Ну, допустим, вот муж с женой, вот специально, они вот ждали целых пять дней, когда меня будут везти на лекцию. Но когда они меня везли на лекцию, я им говорил о том, как все плохо. Почему? Потому что действовала злая судьба. Я опаздывал на лекцию. Я хотел быть с вами, но не мог. А потом, когда я узнал, что еще даже в семь часов не приеду, то я вообще начал уже, у меня начали с катушек как бы слетать мозги. Но эти люди, они самые лучшие для меня. Почему? Потому что они видят во мне только самое лучшее, самое хорошее, ничего плохого не видят. Даже несмотря на то, что если я так вел, они все равно считают, что я хороший человек. Самые лучшие люди, понимаете? И я что должен делать? Я должен убедить, что они самые лучшие. И это значит, что я живу правильно. А если я вижу только судьбу через людей, значит, я нахожусь в невежестве. Если ты победил судьбу, то ты начинаешь видеть людей в правильном свете. Ты начинаешь видеть, что они отдали тебе свою жизнь. Вот, допустим, муж жене отдал всю свою жизнь. Он дает ей зарплату, он там ради нее живет. Она что с ним видит? Одни только недостатки. Почему так действует время? Время что делает? Она склоняет нас к тому, чтобы видеть недостатки. Даже человек, который обладает опытом, знанием и силой в понимании времени и судьбы, все равно поддается в этот момент трудной судьбы на провокацию, но потом быстрее выходит из этой ситуации. Быстрее все сознает. Все в этом мире подвержены влиянию времени, и все ведут себя одинаково. Но есть люди особые, которые не выходят из равновесия. Это значит, что они очень сильно помнят о Боге постоянно и не забывают о нем. Память о Боге разрушает всякую возможность судьбы заставить тебя делать глупости. Но если у тебя нет такой сильной памяти, значит ты будешь таким же, как все. Ты будешь вести себя так, как не надо себя вести, в тот момент, когда судьба на тебя нажмет. А потом быстрее выйдешь из этого состояния. Вот сейчас я читаю лекцию, вам незаметно, да, что я сильно нервничал. Незаметно же вообще, да? Обычно лидируем. Здравствуйте, дорогие друзья. Незаметно, да? Это значит, что молитвенное правило сработало, то есть оно дало возможность быстро выходить из-под влияния судьбы. Жизнь становится другой, больше благодати в жизни. Спокойнее жизнь становится другой. Больше благодати означает позитивнее восприятие мира, меньше влияния времени. Так время что с человеком делает? Оно его прижимает. Оно заставляет думать о плохом. Системное мышление – это самое опасное. Знаете, когда действительно нужно переживать за нашу землю? Когда у большинства людей появляется вот это системное мышление. Системное мышление о том, что все плохо. Где? Вот в нашей стране все плохо. Олег Геннадьевич, там-то нормально, а здесь все плохо. Вот что с белорусами-то произошло? Посмотрите, так навалилась злая судьба. Они все, понимаете, человек всю жизнь чем занимался? Постоянно социальные там, льготы там, постоянно зарплаты там, нормально. Пытался людям дать возможность, особенно пожилым людям и вообще людям. Ну, вот человек, когда живет, допустим, чего не хватает ему больше всего? Стабильности. Ему нужно верить, что его потом позаботятся. И вот он этим всю жизнь занимался. Он столько сделал социальный льгот, даже в Европе столько нет у людей, сколько в Беларуси. Пришла злая судьба. Я чувствовал эту злую судьбу. Пришла к нему злая судьба. Чего сейчас в результате все люди вышли и начали плевать ему к лицу? Вон отсюда, мы хотим без тебя. Почему? Он какие-то ошибки совершил там, ну, как-то, может, неправильно с предпринимателем там сядут. Какие-то ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы такого поведения у людей. Но надо понять, что не ошибки являются основой их поведения, а злая судьба, которая сейчас коснулась всей страны. Откуда взялась революция-то? В 17-м году идет солдат, идет там, стреляет на ходу. Откуда взялась революция? От злой судьбы. Россия попала под влияние злой судьбы. В результате аврора выстрела, да? Преодолевать добротой можно только. Если вот всей страной, да, все люди начинают молиться Богу, по-доброму начинают себя вести, то тогда сохраняется благодать Божья. Потому что, что эти люди сейчас делают? Они разрушают полностью все, что было. А заново все строят, это 40 лет. А? У нас сейчас очень стабильная ситуация. Потому что у нас много людей молится. У нас правительство очень богочестивое. Они ведут себя очень аккуратно. Очень разумные люди, старшие. И поэтому у нас спокойно все. Общественность раскачивается. Вот понимаете, каждая страна, вот это как, вот понимаете, между людьми и странами немножко все по-разному. Вот, допустим, люди, они могут дружить как-то. Но странам очень трудно, потому что страны, они каждый за себя. Они пытаются себе сделать лучше. Каждая страна. Понимаете? И если говорить о современной модели разрушения мира или устройства мира, то современная модель вся находится только в одном спектре. Есть очень хороший способ сделать так, чтобы страну превратить в котлету. Это сказать, что у вас нет демократии. Понимаете? То есть там, где есть демократия, значит, все можно. Можно людей убивать, можно там делать то же самое все. Где есть демократия, можно. А нет демократии, ничего нельзя. Вот там, допустим, наказал кого-то, потому что нет демократии. Это инструменты, понимаете? Раньше инструментами были ружья, там, щиты, копья, для того, чтобы доказывать свою возможность иметь больше прав на этот мир. Каждая страна этим занимается. И поэтому, если вы видите, что идет давление, допустим, на эту страну, то это всего лишь политическая деятельность. Веда говорится, что Господь не питает никому ни злобы, ни вражды. А все раздоры возникают всего лишь на почве политических отношений. Что такое политические отношения? Это каждая страна хочет выгоды себе. Понимаете? И это не значит, что мы надо это должны поддаваться. Но политикам надо для сохранения страны показывать, что наша страна лучше, а так хуже. Но, по сути, все люди на земле одинаковые. Жизнь одинаковая, просто разные есть политические системы, которые, они выгодно там вот такую иметь, там такая, здесь такую, там такая. Но, понимаете, люди никогда не должны идти у этого на поводу, потому что они должны знать, что разрушение организма управления страны несет за собой катастрофические последствия. Вот, допустим, на Украине управление разрушили, вот смотрите, и они никак не могут начать прийти к нормальной жизни. Постоянно колбасит и колбасит страну. Почему? Потому что структура власти разрушена. Власть нельзя разрушать. Вот, допустим, в 17-м году разрушили власть. Что произошло? Нужно было 50 лет для того, чтобы установить нормальную систему управления страной. 50 лет воин. Вот они сейчас, если разрушат власть Белоруссии, у них там будет расколбаса 15-20 лет подряд идти. И те, кто ради светлого будущего это сделали, они светлого будущего этого не увидят. Потому что будет дележка власти и перетягивание страны то туда, то сюда. Страна, если нет силы, если правитель, ну, как бы, ну, правителя убрали, дальше страна, она же между двумя противоположными группировками стоит, дальше что будет? Ее начнут раздербанивать туда-сюда. И начнется вот это вот перетягивание канат. А страна будет страдать из-за этого. Поэтому важно сохранить то, что есть. Люди не должны, так же, как не надо бросать жену, не надо бросать власть тоже. Это одно и то же. Потому что та власть, которая есть, она научится на ошибках. Людям не нравится, они начинают думать, что делать. Почему людям не нравится? Сами по всей протесты это нормально. Но не надо разрушать ничего. Вот в чем, как бы, идея. А тем людям, которым выгодно это, они подстрекают, они говорят, разрушайте. Понимаете? Это всего лишь политические отношения. Ничего общего с истиной это не имеет. Почему я сейчас вам об этом рассказываю? Потому что, когда зла и судьба наваливаются на землю, что происходит? Политическая стабильность становится слабее и слабее с каждым днем. Вот посмотрите, что сейчас происходит. Откровенная вражда между странами, между разными блоками. Откровенная вражда начинает, уже неприкрытая. Понимаете? Что надо делать? Доброе. По-доброму относиться ко всем. Нет врагов. Понимаете? Есть четыре стадии влияния времени в целом. Если говорить о странах. Вот когда начинается война. Четыре стадии. Послушайте меня. Первая стадия. Наша страна хорошая. И там все страны хорошие. Они другие, но хорошие. Это означает, что более-менее нормально. То есть мир, это когда все хорошие и все нормально. Они другие, уже идет деление. Уже поляризация пошла. Это означает, что время начинает разрушать. То же самое в семье. Вот допустим, у меня муж хороший, я хороший. Все. Мы одинаковые. Он другой, не такой, как я. Все. Время начало влиять. Он был каким? Одинаковым. Стал другим. Почему? Потому что время разделяет. В стране тоже. Они другие. Первая стадия. Вторая стадия. Мы хорошие. Они плохие. Они не просто другие. Они просто плохие. Они буржуи проклятые. Да? Плохие. Или наоборот. Мы плохие, а они хорошие. У некоторых так мышление формируется. И если, допустим, вся страна думает, мы плохие, а они хорошие, значит, начинает свержение власти. Это ужасно. Последствия ужасные. То есть страну размазывают просто. Кому нужно, чтобы эта страна была счастлива? Только этой стране. Больше никому. Это значит, нужно сохранять власть. Всегда. Третья стадия. Они враги. А четвертая стадия? Война. В семье. Первая стадия. Он не такой, как я. Вторая стадия. Я хороший, он плохой. Третья стадия. Чужой человек. Немой человек. Четвертая стадия. Прощай. Со всех вокзалов, поезда. Расставание. Почему это все происходит? Потому что так влияет время. Как перестать действовать так, чтобы влияло время? Доброта. Помолился Богу. Пожелал всем счастья. Сходил на лекцию. Успокоился. Доброты в сердце больше стало. Победил время, значит. Приходишь к мужу, вроде не такой плохой. А был вообще непонятно. Наверное, лекция на него повлияла. Нет, это ты просто победил время. Тебе стало легче, потому что ты победил время. Когда человек побеждает время, все хорошими становятся вокруг. Плохих нет. Когда время проигрываешь, ты время не проигрываешь, начинаются противоречия. Вот вы смотрите, плохая судьба действует между Украиной и Россией. Что происходит? Они плохие. Да никакие они не плохие. Я, кстати, приезжаю в Украину, собираются в полный зал. Вроде бы русские, ну как не должно быть, да? Нет, они ждут. Они ждут. Они не чувствуют себя другими. Они такие же, как мы. И мы такие же, как они. Но политика разделяет страны и начинает унижать один народ по отношению к другому. Так действует время. Но люди не должны на это поддаваться. Они должны любить всех. Вот любить свой народ не означает ненавидеть другой. Вот смотрите, есть различие в духовной реальности, а есть различие в материальной реальности. Вот в материальной реальности что значит различие? Если наш народ хороший, значит тот народ какой? Плохой. А вот различие в духовной реальности означает наш народ хороший и тот народ тоже хороший. Так вот знайте, что когда человек находится в духовной реальности, он побеждает судьбу. Реальное, правильное восприятие мира без качелей означает и тот народ хороший, и этот народ хороший. Просто между нами время встало. И вот вы тогда время побеждаете. Потому что если вы не побеждаете, то что происходит? Или вы здесь живете, или сматываетесь туда. А если вы смотались туда, то здесь уже все закрыто. Это означает, что вас колбасит, мотает туда-сюда. Но человек должен быть жителем земли. Он должен всех любить. Американцы? Развиваются. Ситуация такая, потому что действует время. Вот время пришло, и люди начинают громить машины. Начинают. Вот смотрите, какая ситуация. То есть страна, богатейшая страна, очень разумных людей. Там много храмов, много людей, священников там и так далее. Страна, серьезная страна. Что с ней произошло? Да, она начала вся болеть. Смотрите, никто так не умирает от этого коронавируса. Никто столько не болеет нигде, ни в одной стране мира. Их косит там просто вообще по-черному. У меня просто есть знакомые, они говорят, что просто косит вот так вот. Все, когда косит народ по-черному просто. Столько трупов, смотрите, в одной стране. Кошмар просто. Даже война столько не делает. А дальше люди, когда видят, рушится экономика, рушатся отношения. Это действует время. Что наступает? Люди начинают звереть, орать, выходят на улицу, все громить начинают. Нужен какой-то повод. Там какого-то наркомана какого-то придавили. Ну, не рассчитали силы. Плохо себя вел. Все, это был повод. Вот это, последняя капля. И понеслась. Народ выходит на улицы и попередавил кучу народу уже там. Из-за этого наркомана там, его, кстати, там, типа, сейчас выдвигают на Нобелевскую премию мира. Вот этого идиота, как бы, из-за которого всех поубивали. Это уже маразм крепчал, называется. Понимаете, мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что время сейчас очень сильно действует на землю. И поэтому разрушаются отношения между странами. Но внутри стран начинаются подниматься революции всякие. Протесты. Хотя люди вот в Америке, у них достаток хороший, они нормально живут. Но из-за влияния времени плохого они отдурели просто. Отдурели, понимаете? И как, что надо делать? Надо, вы должны понять принцип. Когда все так происходит, ты не дурей сам. Потому что есть индивидуальная жизнь. Если, допустим, вот представьте себе, допустим, вообще страну захватили враги. И здесь, как бы, все, как бы, оккупация, да? Если ты добрый, тебя не убьют. Если ты по-доброму настроен ко всем, тебя не убьют. Понимаете, да? Я говорю сейчас о том, что не надо защищать Родину. Я не говорю о том, что не надо быть храбрым. Сама по себе гибель не означает, что ты проиграл. Потому что люди погибают и уходят в рай. Я говорю сейчас о том, как выжить. Потому что когда человек храбрый, он может сражаться за Родину, но если у него сердце доброе, он ни на кого не злится. Он останется жив. Понимаете, о чем я говорю? Были, бывали случаи, когда человек храбрый воин, вот, допустим, Брестская крепость. Там воин вот этот, он один остался, понимаете? Он один остался, сражался. Но когда его вывели, ну, враги, он смотрел на них добрым взглядом. И они его не убили из-за этого. И он потом отправили в концлагерь, он потом выжил. Он до конца войны, вот этот человек, который один остался в Брестской крепости, он дошел до конца войны. Потому что его не убили. Потому что он, хоть и не боялся их, но он так же и не злился. Он спокойно стоял, смотрел. Потому что если он психанул, его бы то, что предстрелили бы. Я говорю о доброте сейчас. Доброта, она делает человека. Вот хаос начинается, все громят там машины. Допустим, у нас же тоже может такое произойти. Что делать в это время? Идти машины громить? За Родину, ура! Мы новый весь мир построим, кто был не тем, кто станет всем. Это есть наш последний решительный бой, да? Это неправильное мышление. Правильное мышление – это мир. Мир означает победа над судьбой. Вот когда правильно время действует в сознании человека. Первое. Нет врагов, нет друзей. Все люди хорошие. Понимаете? Второе. Еще меньше полярности, еще меньше. У человека раз, все успокоилось. У него нету... Вот у меня нету Европы, Америки там. Для меня это одна семья. Да, вот эти все люди – это мои слушатели лекций. Я вижу их глаза. Я приезжаю в Европу, приезжаю на Украину, приезжаю в Белоруссию. Все одни и те же люди. Для меня все одни и те же люди. Вот если вы лекции мои слушаете, там лекции в Таллине, лекции в Риге, там что, они другие? Да те же самые лекции. И он скажет, ну это же наши все. Нет, я читаю в Бельгии лекции. И тоже такие же лекции. Нет проблем. Все люди хорошие. Просто между людьми встает время. И оно разделяет людей. И если мы не разделяем, по-доброму ко всему относимся, значит мы побеждаем время. Но это не значит, что не надо защищать родину, не надо быть храбрым. Это надо все. Но я говорю сейчас о сердце человека, а не внешних поступках. Сердце доброе сохраняет жизнь. Вот допустим, муж разверел, начал бить детей. Ты можешь защищить их, их храбрость применить. Но к мужу будь добрый. И тогда он остынет, успокоится и раскается. Защити все, дай ему по шее, возьми сковородку, по башке ему дай. Ну, по-доброму. По-доброму означает, сердце настроено правильно. Наказывать можно. Даже если, допустим, тебя обманули, тебе надо наказать людей, под суд отдать людей, отдай. Ничего страшного. Но по-доброму к ним относись. Прости этих людей, но накажи. Потому что наказание не означает, что ты не просил. Означает, что человеку нужно воспитание. Воспитание – это строгость. Но при этом сердце будет доброе к этому человеку. Вот это называется победа над судьбой. Победа над судьбой выводит человека из состояния двойственности. Двойственность, когда нарастает, означает, что плохо время влияет. И чем эта двойственность, как раскачивается? Она раскачивается политической атмосферой. Людей накачивают, что там плохие, как бы враги, там туда-сюда. Я помню, когда совсем было туго, я приехал на Украину, ну, паспорт дал, я там лекцию приехал читать. Я люблю украинцев, хорошо к ним отношусь. Я паспорт даю, и вот эта вот женщина, которая штамп ставит, она смотрит на меня, и у нее дикие глаза просто. Она смотрит на меня, и я для нее олицетворение всего самого ужасного на этой земле. Почему? Потому что она накачана вот этой вот, ну, как бы, энергией противостояния, ну, как бы, энергией полярности. То же самое, когда время приходит в семью. Что с вами происходит? Для вас самый близкий человек становится врагом, вы его ненавидите. Так действует время. А он враг на самом деле? Нет. Нормальный человек. Иногда нам показывают, как бы, как надо побеждать, чтобы просто в мультиках. Вот посмотрите этот мультфильм про волка и собаку там. Волк, что он как бы, там же полярные вот эти миры, да, показаны. И волк, как бы, собака пришла, что пришел, опять выгнали. То есть, видите, он недвойственный, волк, святой получился. Он недвойственный, то есть он, собака, это то, кого надо убить. Понимаете? Волк собаку, а собака волка. Но он, она пришла, и он ее и сказал, да ладно, что это, все нормально. И собака потом тоже полюбила волка, да? И они начали друг другу помогать. Это означает победа над судьбой. Люди перестают быть двойственны, стеряют вот это чувство, они начинают любить друг друга. Так же в семье. Полярность заканчивается, начинается правильное отношение к человеку. Но это с помощью молитвы только возможно. Полярность увеличивается, человек начинает уверен, становится, что этот человек немой, он плохой, с ним жить невозможно. Олег Геннадьевич, у меня исключение. Никаких исключений, все одинаково. Просто действует время. И оно заставляет людей считать, что все плохо. Если вы так считаете, значит вы находитесь под влиянием времени. И вам надо выйти из-под этого влияния. Только сила доброты может это сделать. Только сила доброты. Надо учиться служить людям. И видеть в них только самое лучшее. И тогда ты сможешь победить зубы. Какие у вас вопросы ко мне? Да? Ну вот в очках. Вы тоже в очках? Ну хорошо, вы спросите. Доброму относиться истерия не нужна. Надо успокоиться. Коронавирус у вас не соединит в ближайшее время. Ну то есть вас разделило время. И это время жестко будет действовать еще три месяца. Шансов вместе быть нет все эти три месяца. А потом они начинают увеличиваться, шансы. Ну понимаете, как разрушаются семьи. Вот люди истерят, истерят, истерят. Потом начинают остывать друг по отношению к другу. Потом ругаться начинают, ты меня не понимаешь. Расслабьтесь, упокойтесь, дарите доброту человеку, счастье и все. Поймите, что сейчас ваша семейная жизнь разрушается. И как эта разруха будет чувствоваться? Через озлобленность, усталость, боль и потерянность. А вы примите судьбу, живите на расстоянии. Можно же желать счастья мужа на расстоянии? Бывают ситуации, когда человек бьется, как рыба об лед. Ничего не сделаешь. Вот просто так действует время. Понимаете, у нас есть фестиваль благости, мы молились, чтобы его провести целых четыре месяца. И потом на четвертый месяц молитвы я понял, что плита вот этой энергии времени настолько сильная, что наша молитва, она ну как бы и мы могли провести фестиваль. То есть когда мы уже уже молились, я смотрю, мы можем провести фестиваль, но опасность настолько высока, что если что-то не так мы сделаем, то будет все разрушено в нашей жизни. И мы решили его не проводить. Ну то есть мы молились и у нас появилась возможность, возможности появились провести фестиваль, но опасность очень высока. Это означает, что время оно очень жестко сейчас действует и оно не дает людям осуществлять свои планы. Да? Фестиваль благость, когда будет возможность? Ну я верю, что в мае будет такая возможность. там с 15-го по-моему у нас с 16-го 21-го года хорошая шутка. Ну да, я думаю, да. Вопросики с микрофоном у нас же или нет? Вот молитва наша, она такая, ну, по большей части не знаю, может быть, это только моя, но она очень слабая. Вместе молитесь с кем-то. И что, все равно слабая? Вместе не слабая, сильная. Вместе сильная. Вот давайте я включаю сейчас хор, а вы повторяйте, я желаю всем счастья. Сейчас будет сильная, да? Слушайте, как они будут сейчас сильные, когда вместе очень сильные. субтитры, как они будут. Субтитры создавал DimaTorzok